И сегодня наши путешественники на пароме пересекли Керченский пролив и наконец-то добрались до Крыма. Как прошла переправа, расскажет Андрей Дунаев. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, действительно, участники автопробега Красноярск-Крым добрались-таки до места назначения, до Крыма. Мы уже в Ялте. Ну, давайте восстановим хронологию событий. Еще вчера наши участники погуляли по Новороссийску, по городу Героев, посетили места боевой славы, посмотрели на великолепный крейсер, об этом мы расскажем подробнее в наших следующих сюжетах. И потом мы уже отправились на переправу. В общей сложности два часа понадобилось нам для того, чтобы совершить переправу. Потратили мы порядка двух с половиной тысяч рублей, сюда входит стоимость переправы автомобиля и билет на четырех человек. И вот мы уже в Керчи, где успели посетить керченские каменоломни, об этом тоже будем рассказывать. А сейчас за моей спиной вы видите панораму Большой Ялты. И, конечно, город-курорт не уйдет от внимания наших участников автопробега. Мы обязательно посмотрим, как здесь все устроено, расскажем, насколько богат туристический сезон в этом году, какие итоги уже можно подводить. И завтра нас ждет встреча с пионерским лагерем Артек. Мы тоже ждем этой встречи. В общем, пока самое общее впечатление. Город поражает, во-первых, своей природой, конечно, великолепный климат. Ну и те люди, которые нас окружают, пока исключительно с добрыми намерениями относятся к тому, что мы представляем из себя. Я имею в виду основную миссию нашего автопробега. И это тоже обязательно будет отражено в наших следующих репортажах. У меня на сегодня все.